партнер проекта сайт man utd.one привет друзья с вами Миша рядом со мной тема человек который вы знаете любите и уважаете давно мы с тобой тем не общались тем накопилось ну нормально прилично так что я сегодня планирую я не знаю как ты мне все равно какие у тебя на вечер дела там вот это все вообще пофигу просто ты пришел наступил свою смерть да и и я планирую сейчас я пообщаться долго продуктивно я думаю что до 7 часов примерно выпуск должен идти у тебя сколько мы не виделись да от 7 до 8 часов я примерно планирую но прежде чем мы начнем наш телепередачу ты можешь поприветствовать своих пипищиков а здрасте дорогие подписчики вот спасибо артем спасибо можем приступать короче тем давай начнем с ульшера да наверное потому что ну понятно я не я там не сильно доверяю мошкин там миру или откуда все это потекло что вудворд собирается предложить ему новый контракт там чуть поднять там два с половиной миллиона примерно его за пешку двухлетний контракт да чуть-чуть буквально там дэха который у меня так то истекает следующем сезоне но его на два года два плюс один в общем с десяткой лимона в год потому что есть прогресс ну зимой когда мы вышли на первое место помнишь ты была такая медовая неделя у нас мы ходили с влажными сосками и в общем-то наслаждались моментом 15 минут славы наши да да и вот собственно понятно стало что с ульшера это это уже как бы прогресс сам по себе а дальше уже это еще раз по это говорил что вот он как-то момент все выбил некую индульгенцию дальше выходить меня трансферами поддержите не хотите не поддерживайте но я тут его не виноват уже буду что думаешь ты можно ли говорить о прогрессе у сульшера сейчас не зная вообще нам светит ли ну смотри а то что есть трофей какие трофеи лига европы победа в лиге европы она как бы способна на что-нибудь повлиять или нет в пример лиги но до сяну не соскочить бы со второго места ты пропадаешь да начни за на на самом деле да вокруг пример лиги или пример лиги лиги европы мы топчемся уже какой сезон там надо брать типа вы уже считается карманным трофеем по большому счету мне кажется что особо ни на что это повлиять не может но будет у нас лига европы не ну не ну конечно каких-то определенных плюсов с ульшеру это дает но фактически я больше смотрю на качество игры и когда говорят о прогрессе в том числе и вудвор власть имущие для меня этот прогресс исключительно ну и они имеют ввиду мне кажется исключительно там место в пл да то есть мы там раньше только при маурине занимали второе место чистое более менее с нормальным отрывом а сейчас вроде тоже второе место и по сравнению там с прошлым и позапрошлым годом вроде прогресс но на самом-то деле какого-то особого прогресса прям супер-супер я не вижу конечно можно хвалить с ульшера за какой-то рост его внутренний тренерский конечно ну парень набирается опыта и какие-то там решения ему даются легче чем тот же год назад но никакого-то невероятного прорыва не знаю лично я не вижу для меня продление контракта я очень рад что это не на семьдесят пять лет плюс два вот как там с моисом да с моисом было то есть в принципе это какой-то определенный будет очерченный временной промежуток да за которой мы там не знаю должны увидеть еще прогресс или трофеи или что-то еще нам как бы особо не сообщалось об этом вот тот же вудворд не не ставил каких конкретных целей да там как не знаю как с клопом было с гвардиолой грубо говоря заключаем на три года контракт за три года мы должны взять apple или там выйти в финал лиги чемпионов нам об этом не сообщили может быть при заключении сообща ладно пока это выглядит как ну у удворда все хорошо я вообще считаю что назначение сульшера это для него было там последний щит от гнева там болельщиков и вообще всего футбольного мира и он сработал сульшер сработал у него и авторитет и гроцкий тём подожди да я просто извини но вот в это место я вклинюсь это сработало допустим на начальной стадии когда у нас у всех был эйфория после мауриньо да как это как открытие знаешь когда заткло воздух открываешь форточку и пошел свежачок ты вот проветриваешься но если у нас были бы из ряда вон какие-то хреновый результат но вылетел бы как пробка сульшер то есть прошло уже два года собственно сейчас недавно да вот собственно ровно было да да как он два года назначен так что сейчас уже это все ждут результатов принципе но то что ты говоришь мне кажется что просто изначально когда приводили сульшера вудвард говорил и вот как мне тогда тоже показал что он не лукаешь вот так и есть после всех экспериментов с именитыми тренерами просто новая стратегия какая-то дать человек время но опять же да да с имеется ввиду с мало-мальски видимым прогрессом ну ты очень правильно наверное очертил мое видение всего этого есть мало-мальски видимый прогресс вот он есть но именитые тренеры да тоже были ну наверное да это какая-то парадигма но опять-таки можно посмотреть на лэмпорда которому тоже все давали и который показывал намного лучше по качеству футбола чем ему результаты ну результаты и качество показывал лучше но как бы теперь вместо лэмпорда тухеля и о лэмпорде в принципе спустя две недели и нескольких матчей уже все забыли ну в конце под конец то лэмпорт поплыл там и там в раздевалке понимаешь там уже пошло пошли уже как бы у него терки были недовольны ну совсем как бы внутри кат я конечно не знаю но то что поплыл но у нас и сульшер плыл там по 15 матчей беспорядки там прямо неприятная вещь начали игроки а-ля тяга силово недовольные ну короче так или иначе мы можем по-разному к этому относиться и кто угодно может как угодно к этому относиться но типа сульшер на ближайшие там два без ужасающих провальных результатов 23 года мне кажется это наш новая парадигма в которой мы все должны как существовали поэтому я это воспринимаю скорее как ну то есть не то что я шокирован я ждал что ему предложат контракт поэтому ну как-то так дальше едем смотри что скажешь в связи с этим тема и здесь так как уже сильно больше действительно ничего не скажешь тема трансферов и так это как бы что вот это ему кредит доверия и типа чувак мы тебе и купим потому что мы дальше хотим прогресса и не зря мы тяду десятку будем год платить или или о или сульшер знаешь или это самый woodward как ты говоришь он просто знаешь в тепленькой ванне такой лежит и вроде все нормальненько и фернандес там затаскивает и не нужно сильно париться и зачем тратить большие деньги то о чем многие говорят фаны ну в англии по крайней мере что вот он woodward вот так вот он малой и малой кровью малыми затратами очень все эти глейзеры они хотят просто удерживать клуб на полу настолько чтобы какой-нибудь условно для конь тимьюера мы были привлекательны слушай я вот совершенно так также считаю то есть не верю я в то что у woodward какое-то супер видение появилась и для него сульшер как таковой и то что происходит там типа с трансферной политикой у нас это вот как ты сказал это теплая ванна из которой не хочется вылезать потому что все замечательно его конечно ну сульшера постоянно ему обещают какие-то там типа мощные мощные трансферы но видно что никто переплачивать ну не не будет совершенно вот поэтому немножко забавными звучат разговоры про там колонда за там 120 миллионов типа борусь я хочет 180 манчестер предлагал 120 или там торги за джейдена санчо там за 5 миллионов разницы и вот я думаю что будет такой же подход то есть мы будем громко говорить что нам нужен там супер-супер мировые звезды а тратиться мы будем более чем осторожно ну то есть не было ничего что могло бы опровергнуть эту точку зрения мне кажется но могу и куплен кроме могу я хотел сказать сейчас кроме могу я просто не вернула особенно сейчас учитывая ковидную ситуацию там и все эти кризисы финансовые я не думаю что кто-то больше сотки у нас за кого-то отдаст давай так тема тема джейдена санчо она сейчас немножко на второй план отходит учитывая его ну давай коротко скажем ты не считаешь ли ты что немножко пропадает интерес к санчо учитывая его травматичность слушай ну как бы травм это у него есть ну не знаю это надо конечно изучать более детально там что за травмы насколько не хронический но в принципе я считаю что вот хайп вокруг холланда нереально просто хайп просто просто хайпище нахрен это просто какая-то ну не знаю ток-шоу какой-то по которым в котором все высказывают помнишь такой теннисный был тренер шамиль хайпищев он кстати умел хайповать безызвестным человеком да там зажигая вот я думаю что надо как бы опросить холланда у баруси набрать санчо вот дешевле чем холодно а ты думаешь что баруси из-за там пара травм и санчо скажет ла-ла ребят мы шутили прикалы дать за 90 ну на самом деле думаю что баруси в этом году может его дешевле продать чем в прошлом потому что опять таки всем нужны деньги я думаю что в руси тоже нужно а если уж мы так хотим так хотели санчо как сейчас холланда хотим вот но можно и взять традиционное окно торга для вудворда который равняется там от полугода до года она уже прошло поэтому можно уже делать какие движениями прийти глейзер мы сказать я сделал все что мог вот но дешевле не получилось давай так разговор о венгерах он никуда не ушел санчо он до вечный появились ли у тебя на горизонте новые с тех с тех пор что как мы общались с собой предыдущий раз новые венгеры которых ты страстно хочешь абсолютно испытывая к ним сексуальное влияние вообще на самом деле нет мне кажется что я однолюб храню верность санчо исключительно так как все-таки правый венгер это знаешь ли не то что 25 левых вот так что я запоминать ребята золотые слова пятый венгер это не то что как сказал маслаченко перед началом финала лиги чемпионов реал валенсия 2000 год а знаете-ка это что такое когда ты за что тему мне не но ты тот матч помнишь да ну наверное я нет ну не как сейчас да очень короче там идет камера такая по футболистам значит по их лицам камера такая проходит и показывают состав реала все там на что раули да там карлос мак манаман и все пошло и все левши сука начиная с косились и они с васей комментировали на пару маслак и вася василий а вы знаете что такое левая он такой и что же владимир кич это хорошо повернутая правая да то то сборная сборная тот реал конечно был вообще чудес почему старика михаила занесло вдруг на 20 лет назад не удивляйтесь друзья это в нашем возрасте норма даже даже услышал звук сыпящегося песка песочек послышался это просто это у тебя просто китайские airpods и они там что-то какой-то фон из них и сыпется да в общем я понял то есть ты никого нового из венеров не хочешь может слушай может может до кучи еще наш какой-то бейлингема какой-нибудь ну в принципе сделать борусью нашим фан-клубом я вообще не против у них топовые трансферы всегда не наште потом три по цене 2 то ну как тут так торговать да ну как-то надо на серьезный опыт уже переходить и на большие скидки а же на хер оба руси ну как бы я с ним и ну бавария у них купит например и этого и того и третьего купит и вообще вообще всех купит нахрен захочет всех купит желание исключительно да и ну по поводу нападающих тем свингерами все понятно со свингерами все понятно да ну нам как бы нападающий нужен железобетонно летом покупать на понужен ну просто пипец железобетон с учетом ухода нашей легенды нашей потрясающей семерки человеку который отдал всю карьеру нашему клубу практически да слушай возможно нужен возможно нет я и я как бы вот очень много разговоров опять-таки о холланде я просто ну мы же не можем закрыть все проблемные позиции за трансферное окно это абсурд ну то есть не не конечно нет но позиция нападающего это просто дырка нахрен давай давайте расскажу свое видение ну то есть я не ручаюсь за истину но как бы просто так вижу я так вижу я художник у нас да то есть чтобы грубо говоря там сделать состав просто очень-очень мощным нам нужно около четырех трансфер могу даже проговорить кто это нужен защитник центральный с учетом с учетом всех непоняток с бои нормальный опорник вместо фреда нужен опорник вместо фреда обязательно это вообще способны дать точный пас на три метра неважно вперед или назад но точно и чуть меньше 75 касаний делай на мече а при этом нам нужен правый вингер и у нас остается как бы нападающий вот в моей иерархии сначала идет опорник потом идет вингер потом центральный защитник и только потом нападающего объясню почему потому что ну как бы посмотреть по цифрам и ну там чуть глубже проанализировать если то у манчестера большая проблема с созданием качественных шансов для нападающего в том числе принципе созданием качественных шансов но ты сам наверняка это видел то есть игра с нюкассовом и мы не можем доставить мяч штрафную ну да только сэр люк и и и бруно ну сейчас по поверну больше никто не способен да 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 и как бы с одной стороны там огромная часть критики марсиале оправдана я там не особо его собираюсь защищать но с другой стороны все-таки надо учитывать тот факт что наша структура игры не позволяет даже марсиале да все-таки чувак в прошлом сезоне там сколько больше двадцати положил мечей ну то есть он же не мог озвучить вот ну что там его же не прокляло бабка какая-то из венгрии или что-то такое вот умеет он все это делать но до него ну не доходит джош мяч ну не доходит и мне кажется что намного более важно для нас поставить создание шансов на грубо говоря там на конвейер и для этого нам нужно больше креативных игроков нам нужен креативный игрок хороший опорник типа не знаю аля но это я так набрасываю в центр поле и нам нужен правый венгер чтобы нас ложил правый фан и вот тогда мы посмотрим как марсиале там грубо говоря творить в таких условиях и сможем полноправно говорить марсик ты я понял я понял то есть ты готов сейчас укрепить целом атакующий потенциал и дать шанс марсику на сезон one more chance и собственно также посмотреть в этой роли гринвуда потому что покупка правого венгера наконец-то даст ему одну чаще выходить на позиции центра форварда опять-таки это будет и конкуренция и какая-то ротация ну и движняк видишь ли ты тема я с твоей иерархии так ты сказал на что в первую очередь ты мне назвал опорника потом правого венгера потом центрального защитника и потом нападающего хорошо мы перейдем дойдем до защитника хотя в принципе чего-то доходить вот есть кончик кандидата на на позицию ну смесь такой кандидат я имею виду из розовых сексуальных фантазий слушай ну многие хвалят кунде я даже не знаю варан вот хорошо если рог мы говорим о розовых сексуальных фантазиях хорошо хорошо для него это было бы рептилию да 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 нет не игрок не рафаэль вара просто тупо тупо животные до животные просто он он реально за может быть замариновался в реале и достиг там всего и если он такой пойдет естественно за приличное бабло то я думаю что это идеальный вариант вообще для него ему ну чуваку там 27 что ли лет ну то есть прикинь и ты он еще очень молодой но очень мало и этого рожатся этого да хотя как кажется что он срос и уже стрелял там и современную молодость и моего деда до моря то есть я я вижу нас нам и нужны игроки которые реально будут мотивированы играть за имью варана мотивировать будет скорее ну то есть какая то может у него возник личная очень мотивация какая-то такая вот амбиция попробовать все в новом чемпионате и если он и видит что что в этот проект сейчас реально вкладывает да да мне кажется что ну типа когда и такой игрок как варан типа приходит из реала в имью но это это исключительно может быть оправдана тем что он типа хочет и гадать поэтому в этом смысле мне кажется все довольны будут совершенно ну и плюс ко всему если действительно провернуть трансфер туреал много просить не будет ему кончается компакт но много точки зрения 140 да не не сколько придется не платить на смотрите он с паром вингера у нас давно все понятно слева играть лучший футболист в мире прямо сейчас а как следствие лучшие крайне защитник но да хочешь ли ты хорошего левого вингера ты говорил многое про гриша что тебе не нравятся его икры и все такое футболе и карта херемные кстати да без разовых этих мечт дарку дружайство шлевые в общем-то гетер еще приспускает 8 ладно не будем продолжать это новые по пищи и пипищики могут не понять чему мы так вот и нужно я считаю тема что рэшворду просто от конкретно мальчику рэшу просто капец свастя как нужна конкуренция вот даю сингмен я согласен с тобой но опять таки мы приходим к тому что не можем купить всех игроков за раз и надо начинать закрывать самые проблемные позиции в чем плюс рэшворда вот что у него не отнять он отлично шоу взаимодействует вот ты думал кто да я именно шоу с точки зрения движения они так друг к другу притерлись что мало кто обращает на это внимание но в том смысле что это надо открыть заново матч и прям наблюдать вот за рэшфордом и шоу то есть не то что прям на поверхности лежит я сам это там скорее в записях сша сделай нарезку кинь свой телеграм-канал там все можно слушал настолько планов короче я очень стараюсь засесть вот но я я бы я я накидаю то есть особенно я мне кажется даже какой-то вот была трансляция это особенно отмечал какого-то матч на вспомнить что там рэшфорд оттягивая на себя внимание защитников как минимум двух потому что его всегда все боятся он очень грамотно а помогает шоу открывает перед ним пространство что во фланг что со смещениями вот этими клевыми к штрафной то есть в этом смысле мне как это к нему кстати претензий практически нет он сам по себе стагнирует технически индивидуально это да но он более-менее умный тип да и ну и ребята и кто не в курсе тема на телеграм-канал это как она называется мой на это 2 но в описании здесь на ссылка там логотип мы united с такой в черном стиле вот и там идет нормально футбольная аналитика а не то что я пишу в своем телевизорном канале ну кто на что гораздо как бы до фотографии творожного сыра публиковать а другое дело футбольную аналитику так вот но у меня есть ты вот про интеллект рэшфорда говоришь а новые у меня есть к нему претензий по что 10 диссижен мейкинг так скажем вот так он зачастую только передержит непонятным образом мячик вот однако ты и режим режим марадона у него включать какие-то называю умер король кто должен его заменить ну иногда ну просто как вообще не в кассу просто не в кассу гибели согласен согласен вот с точки зрения именно как ты говоришь диссижен мейкинга есть определенные проблемы и тут конечно надо еще учиться и думать учиться думать с мячом это проблема многих на самом деле наших игроков атакующих там должен от селя того же джеймса джеймс вообще машина просто супер чувак офигенно бегаешь это капец резинку бешеный но когда он с мячом 1 тоже вот мне смотри когда я стою в метро жду поезд мне проще представить что сейчас поезд повернет куда-нибудь на платформу понимаешь нахрен просто на параллельную платформу перескочит и просто поедем обратно на направлении чем сука джеймс если си под каким-то углом повернет это что такое я назад временами конечно да вот 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 это вот это и надо решать покупкой санчо я считаю капец пацан отрабатывает просто как дьявол но вот я считаю кстати что он должен общаться каждый матч он должен выходить справа потому что благодаря ему у нас прессинг работает только благодаря ему как только он из состава выпадает мы в жопе это кстати очень интересный point вот это очень интересный point ты давайте вам у нас бесконечный подкаст и мы еще на тему хендерсона шмендерсона это все обсудим о так что ребятки там ставьте на паузу заваривать если что-нибудь там чайки не знаю там как марсель какаушку сидел какаушку да наша рубрика российские шутки от артемия так вот ты ты во время по ходу матча часто пишешь типа ну вот началось как ты называешь что ложный прессинг мнимы как ты называешь это псевдо прессинг полупрессинга это ребята того чтобы понимали это эксклюзив новый футбольный термин чисто от темы бэкса тема расскажи что ты называешь полупрессингом нету как я понимаю это не до прессингом да то есть соответственно густая трата сил при том что не при этом это и не прессинг да то есть нахрен тратить половину сил если может и в чем здесь роль джеймса то что такие как я примитивы видят джеймсе только электричку а вот расскажи короче да да можно еще пару часов об этом говорить ладно если сокращенно что меня бесит в принципе вот в нашем полупрессинге когда у нас очень часто он неподготовленный то есть каким-то как топом там сульшер старается готовиться очень круто там типа ну персонально в основном ты за этого отвечаешь вот ты когда мяч у него бежишь туда ты бежишь туда ну и как бы и схемы у него часто работают в принципе он более-менее принимал понимает принципы эти персонального прессинга очень хорошо но когда матч там с чуть менее слабыми чуть более слабыми командами начинается вот это безумно идиотическое просто тупейшие беготня страдают этим совершенно все что марсиа но марсиа он просто не любит особо фернандеш трындец как страдает а кавани когда выходит обожает побегать как идиот просто к вратарю но неужели тема неужели я не могу понять даже неужели в этом нет какой-то пользы то есть и хотя бы хотя бы изображать прессинг ноль пользы они просто когда они ну они в основном выбегают ну когда один это ну это памятник идиотизму это можно за скобки вынести но они часто начинают бегать прессинг там двойками и тройками при подавляющем большинстве игроков соперника ну как бы у мяча то есть ты бежишь вдвоем прессинговать там двух защитников центральных вратаря еще какой нибудь фуллбека ну понятно что они раскатают а бегают они давая всю все силы как будто от этого зависит чья-то жизнь и это вредно потому что структура прессинга ну ее нет ты открыты бежишь ты открываешь пространство за спиной тебя в два пасса обыгрывают даже не напрягаясь ты создаешь 0 опасности какой-то перехвату мяча и просто помогаешь команде соперника выйти там свою опорную спокойно начинать развивать раку и это ну это ужасающее просто не могу на это смотреть физическую боль причиняем каваньте много лет ты сну ты старый человек многое видел своей жизни ты ну бежишь один на вратаря когда вот с правой и слева у него центральной против прусско-уругвайской войне воевал в 615 году и он с тех пор не может остановиться и короче единственное когда у нас джеймс старте а даже такие косяки нашему прессингу прощается мы сульша это видят потому что когда джеймс старте мы обычно лучше ну то есть более агрессивно прессингуем не только атакующими там игроками но и центром поля то есть и фулбеки часто поднимаются там прикрывая либо вингер в основном соперника и там фредс мактомини выше поднимается но в чем прикол джеймса он может крыть одновременно двух игроков прессинговать то есть он прям можете открыть там последние несколько матчей которые он играл там два-три но я про это сделаю нарезку обязательно я прям хотел и прям вот ты видишь как начинается атака соперника как мы начинаем прессинговать у всех по игроку а у джеймса 2 и все время 2 то есть он с ними он даже их может крыть опускаясь на свою половину поля то есть это натуральное задание от ну а тренерского штаба типа чувак ты быстрый ты очень много отрабатываешь как бы ты вообще не устаешь да прессани половину команды соперника будь добр спасибо да 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 прессани всех остальных потому что ну больше мы не знаем как у нас все время меньше на игрока оказывается давай вот и он все время это очень клёво делает и вот с джеймсом составе я когда я увижу в составе я знаю что типа манчестер будет работать высокий прессинг потому что помимо этого еще 7 часов поговорим вам должен тупо может крыть двух игроков соперника он снимает нагрузку с этим прессингом с мактоми ней там или с фреда в зависимости от того кто выше поднимается и они могут типа более эффективно реагировать то есть они будут тупо там выбрасываться вперед да как они любят там потом чуваками с мячом у себя в опорный побегу его отберу я за спиной пространство его крови джеймс и ты можешь прикрывать и пространство и оказывать грамотное давление на одного игрока ну то есть одни плюсы вообще джеймс топчик он должен каждый матч начинаете так что подытоживая да ты вообще ну у нас получается как бы право в право край весь сугубо оборонительная левость весь не сугубо но при этом неплохо скажем атакующих ты ты давай хорошо ты ты тебя не смущает отсутствие прогресса убисаки слушай мне кажется что тут делал даже не в отсутствии прогресса потому что один момент мы прогресс видели дело в том что ну как это сказать каждого игрока на своей позиции можно правильно применять ну не то что правильно выгодно выгодно то есть у него есть какие-то плюсы и джеймс наглядно и тому подтверждение да и джеймс наглядно и тому подтверждение проблема правого фланга мне кажется как раз в том что у нас остаях джеймс гринвуд они самостоятельно как ну как единица они недостаточно креативный то есть джеймс там окей это прессинг машина да вот эту мы можем использовать его черту но когда ты играешь с ньюкаслом тебе не нужна прессинг машина но потому что ньюкасл стоит у себя 11 человек на своем поле теме надо их прессинговать и те нужен креативный сам сам по себе ну у нас сульша да и мы должны покупать там креативных игроков чтобы натуральный баланс приобретать да не тактически натуральный вот поэтому нам нужен чувак на право фланг который будет творить сам по себе и вот тогда и и позиция ну и бисака будет оправдан сам по себе потому что он этого там типа бруно фернандеша в роли правого лингера будет прикрывать бисака отлично может почищать за кем угодно а из-за того что у нас и нет креативного игрока которому можно дать свободу и бисака не очень атакующий поэтому у нас такая импотенция на правом фланге вот у меня нет претензий к вам бисаке но ему нужен грамотный грамотная связка на правый фланг ну типа диалог только санчо слушай а так чисто нужно анализировать игру диалоги естественно сейчас невозможно совершенно так чисто ночью поиграл даже ну даже на какой-то ну то есть даже тайма мне кажется полна туда ну да ты так чисто по интуиции из него может что-то получится какой-то толк ну ну слушай я не знаю наверное может но он технически очень одарен это видно то есть они все технически современные но они все быстро я к этому и хотел сказать но типа то что он техничный и там и какой-то оригинальный с мечом уже этим никого не гарантия да потому что посмотрите на марсиале посмотрите на рэшфорд в его годы они ну вряд ли худшее впечатление чем он производили такие же типы как очень в техническом плане но футбол чуть сложнее как оказалось она вырос исключительно и на ротацию конечно диалогом в основу ну смотри тут про люкашоу как бы здесь особо долго говорить нечего да наверное человек просто стал показывает футбол мирового класса как у меня поражает в первую очередь как он работает с мячом спокойно уверенно насколько он точно играет даже когда ему выдает мяч и ты понимаешь что мяч не потерян он из-под крысинга выходит просто играючи он под делает он играет как просто как футболист мирового класса это просто охеретесь честно вот и я я надеюсь что в сборной сейчас он провел матч когда против албании у него там это кстати с албанией капец у него сто процентов там точности передач там дальних просто просто ну и он принимает правильное решение вот что вот что вот шаг который никак не сделать рэшфорд а люк шоу сделал это тот самый decision making он делает все правильно все правильно и с таким спокойствием от да просто просто это на него смотришь он просто он совершенно спокоен просто машину какая-либо там какие-то какие-то постоянные вычисления и постоянно верный потрясающе ну я всегда был его фанатом но даже я охреневаю то что он сейчас все говорят про телеса знаешь типа вот телеса это я не знаю как как может конкуренция тебя сделать вот таким спокойным крутым как может оставить а там вес сбросить лишний например или что-то но как ты кого как ты можешь стать класснее по щелчку пальцев элитарные не как ну то есть ты можешь до прибавить там больше отрабатывать там какой-то но тут кстати да там многие списывают на то что телес пришел и все изменилось дело не только в телесе ты прав дело в том что сам шоу вырос ну конечно это этого этапа что-то под ответ подгонять вот по времени совпало значит все из-за телеса ну да да согласен с тобой совершенно просто чувак возвысился да и соответственно с таким с таким люком шоу нам принципиально нужен парень или погба или какой нормальный человек который из глубины может туда нормально закидывать на край сделать забросы ну про погром 100 миллиард раз то есть мы видим разницу без погба из погба здесь я не знаю здесь наверное там стиви вандерт вы тоже это увидел тем вот я считаю что ван дебек просто просто дно я меня я говорю открыто меня просто я меня просто вымораживает когда даже глубоко любимые мной блогеры английские продолжают петь песню что дайте как можно делать вывод о ван дебеке ведь он так мало и года до хера у него шансов до хера он там по таймам целым играет и он просто не может ничего сделать он никак не может обострить он сыт очкует дает пасы назад проигрывает все силовые единоборства но когда тот единственный раз когда он зайдет внутрь штрафной он пропустит мяч между ног и все говорят у а у а хереть какой он тонкий игрок а все остальные 90 минут или сколько у него там времени 60 я не знаю он просто отыгрывать стеночки куда-то назад я понимаю говорю давайте он говорит известно как известно не согласен ну вот я поэтому хочу тебя услышать короче ладно начнем по порядку первое когда мы с тобой обсуждали его трансфер в манчестер и я говорил что блин это потрясающий трансфер если грубо говоря я там могу немного перевернуть но суть была в том если слушать знает на хрена на укупил вот и ну как оказалось как показала практика сульшер вообще ну ни хрена не понимает вот вообще не понимать это как будто ты барабанщик а ведь ты барабанщик как будто бы да как будто бы дарит на день рождения тромбон и ты купил охеренные укулеле и в принципе как бы у тебя охеренные укулеле ну прям очень хорошие укулеле прям вот самые известные укулеле листы мира они бы вообще им было бы не западло взять эту укулеле в руки но ты блять не знаешь играть но ты его купил или знаешь или друзья далекие от музыки дальше ты барабанщики вы видите какую-нибудь перкуссию на короба руками играть типа ну на вот барабань наша вообще другой инструмент да 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 и и ты такой временами его берешь там что-то как бы что-то думаешь из и иногда стучишь по нему палочками потому что барабанщик вот тоже самое с ван де бек ты кстати на укулеле можешь сыграть ты же гитарист ну да ну что-то могу мы все от тебя ждем гимн ман юнайтед на укулеле продолжая сначала вы купите мне ван де бека а нет у меня укулеле окей с этим разобрались то что сульшер вообще не понимает приходим к следующему на ван де бека очень большое давление оказывает фернандо ш потому что вся почему-то видит ну или подразумевается что он должен заменять фернандо последний раз я выпустили на позицию десятки просто тупо вместо него ну а как тема как как это абстрагируешься если тебя выпускают на позицию десятки отдают к фернандо в это время отдохнуть чем должен заниматься человек на этой позиции но это все равно что ты взял укулеле короче вместо рабочего себе поставил и думаешь не ну ладно сойдет ребят рабочие дома строит это мало барабан да да вот это одну в моем понимании такая же аналогия но это это совершенно два это игроки настолько разное ну разного типа что сравнивать их ну в принципе бессмысленно тем я не я от ван де бека же не жду уровня бруно но так он хоть что-то может за мать сделать что-то смотри двигаемся дальше то есть как бы попробовать обострить до дальний пас рискованный сука не знаю в чем потрясающий ван де бек потрясающе спасибо что пришел на этот подкаст короче для доставьте лайки там кстати вот это вот линка play то есть чувак который связывает в короткий средний пас твои собственные атаки многие его критикуют ну как бы ты в том числе запас назад но я хочу попросить вас понаблюдать за пасом назад ван де бека и сравнить его спасом назад фреда ван де бек в там типа в 90 процентов случаев когда отдает мяч назад он этот пас назад использует не как так блин еще отберут мяч на он открываю он дает пас скорее всего под открывание либо свое ли подали другого игрока либо он стягивает на себя кого-то и отдает пас то есть он он постоянно выигрывает пространство для человека неважно в какой точке поле это происходит а к которому это мяч приходит вот он стягивает максимум назад он стягивает максимум себя занять на гетер и когда в раздевалку заходят все что он может стягивать даже не веру что он может ладно да не ну брось но ван де бек ну и у тебя к тебе пришел футболист который хотел там реал от него не отказалась бы не реал не барселона реал мало ли джазу шишки совершал этой жизни тема ну блин как тебе объяснить но я же даже целую нарезку делал там ну прям но он он элитный игрок ну хорошо он близок к элитному игроку с точки зрения понимания понимания футбола и вот у меня в твоем телеграм-канале тоже есть админские права я удалил твою нарезку просто его надо использовать спасибо за аналитику но я удалил плюс ко всему какой но он чувак который играл по 90 минут там из матча в матч он сейчас выходит не пойми где первый пол сезона находил то на дверь на три минуты то на пять минут то его ставили на левый фланг там позицию десятки то вообще хер пойми рожда хорошо гениальный ван де бек на какой позиции он должен играть его можно использовать на вместо там того же мак томене даже связки с фредом когда тебе не надо против ньюкассел и держать он ухо пор наражу завер переходим на другую сторону что вообще не может бороться корпусу вообще ну да он не врачу как но так как на позицию мак томена и человека в центре поля он он хуже маты борется я думаю мата с разбега я даже без разбега он просто отлетит от него слушай но с точки зрения борьбы ну ну ты же не знаешь что у нас все игроки должны быть там двухметровыми ампалами но послушал ничего играют играют и более мелкие на поле они тоже то есть просто просто особенность но не надо значит его ставить там в опорнике чтобы он там или это сам сказал что человек должен уметь бороться темно английская премьер-лига на извини современный футбол это как ему серьезно не надо бороться он он намного он настолько быстрее принимает решение чем когда дать нужно что он в принципе ни в одной единоборства может за матч и не вступить потому что он избавляется от меча двигает это типа гвардиола вская тема нет мой я не знаю вдруг может быть гвардиола он бы его просто охренеть наш он просто дополнил его как у таноса там стал бы камнем дополнительным камень пасов назад но не испортил бы хорошо артем с вами все понятно за вами уже выехала скорая давай 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 как бы не не прошло в принципе пока и двух часов нашего подкаста так что поговорим про братарскую тему но через на призву пока сборной англии как те вообще состав сборной англии как 1 состав сан-марино был совсем экспериментальные то есть там вообще не было ничего что может иметь общие с тем что будет на евро рад ли ты за джесси лингарда и какого хера ник пол какой нахер ник поп ребята и он чувак вредить он даже рекорд повел на типа 6 матчей все 6 матчей чувак сухарь отыграл и капец и соответственно из польши тоже из польши уже тоже поставить никопова пока не получается ну чё тут скажешь не ну по первому мать что понятно все по второму данного англичан вообще отличные игроки если конкретно а вратарской линии но слишком много хороших вратарей я не очень понимаю глубину чувств к пикфорда соус гейта потому что пикфорд ну это легко объясним этим ничем не выдающийся особо вратаре но он очень много орет с ним связано с ним связан удачный чемпион мира и связанная серия пенальти и типа англичане да наконец мы обрели вот и знаешь да у них вот это вот мне на англичане любят хайповать по ну своим как бы по своим кентам там у них там кто-то блеснёк мэйсон маунт ну там мэйсон маунт прошлый раунд вызова в сборную на хрена вы его ставите в состав когда наш джек грилль лишь на скамье мэйсон маунт говно сейчас мэйсон маунт кладет гол там албань и у нас новый лэмпор мэйсон маунт просто лучший футболист и я вчера с кириллом бельским с челси ньюс общался по поводу маунта мне интересно было просто сейчас салгей ставит десяткой и он в этой роли выглядит очень хорошо по что он очень хорошо понимает футбол лучше стерлинга лучше там все ну я уже говорю да вот про всяких фото на они хорошие футболисты и как бы гвардиола научил по сути играть футбол их но маунт вообще с другого теста он очень хорошо знает когда расстаться с мячом когда пробить в общем то что надо вот и кирилл мне сказал что я говорю какая для мау нас идеальная позиция в центре поля то есть его можно использовать в центре по что мне сейчас на меня не впечатляет связка вот начнем там райса и филипса какие-то они как те я даже не знаю как сказать они без соли что ли они чувачки от них помогут а креатива все дождаться невозможно как макфред пара что-то не не филип филипс топовый тип райс нафиг там не нужен конечно я вообще не понимаю ну не ну понятно почему он использует двух опорников потому что он наигрывает состав так сказать на крупный турнир у сборной не могут тренироваться часто поэтому они как выбирают там схему как основном и играют вот но в принципе в матче там с албанией связка филипса и райса она скорее топят креатив чем его создает вот поэтому насчет филипса филипс топовый тип я вообще фанат ну может быть может быть я может я просто как бы не сильно может за лицом в тех двух матчах что он сыграл он как бы нормально играет но я я вот я честно я просто я не знаю возможности я признаюсь но мне очень умный тип я думаю он вырастет будет прям типа не знаю аля карик вот что-то такое ну я на ну так кажется почему думающий футболист в опорной золи твой звонят ваша редкость ты можешь мне назвать да но я начал как бы стараться вратарской позиции очень скажет и балошу хендерс на не играешь еще дыхе еще сборной не играет ну дыхе ладно ну да не ну а чё там говорит там по мне ну пол там прошлым сезоном заслужил он как бы шут-стоппер кэш бешеный вообще ну почему доверяет ему больше чем хендерсон но это надо усам где-то спросить как бы много хороших вратарей которые могут конкурировать вообще считаю что пикфорд скорее третий вратарь чем первые из этой тройки вот но не я ставлю состав тут сложно что-то обсуждать все достойные думаю все шанс свой получит а можешь а можешь давай как составим какой-нибудь желанную сборную англии если предположим что все здоровы включая хендерсона который хендерсон который вот тот хендерсон из ливерпуля полузащитник давай ну на воротах как бы мое просто так сказать сексуальное желание это хендерсон ну не знаю что единственное его не ставят потому что типа у него нет постоянной игровой практике постоянно постоянно поезд ушел типа а другие пацаны от звонка до звонка это тарабанит поэтому саля мы сейчас будем хендерсон а его игровой практике вернемся давай как бы составить сбор на англии ты бы какую хотел на воротах кого-то хотел не ну конечно не фанат что ну да ведь тесто же не хочется найти отписывались все понятно давай кого ты хочешь в пару к магуайру стоун за ну слушай я думаю что да в принципе никто больше особо не канавит стоун сейчас неплохо за сети катает хочешь тупой вопрос да кого хочешь левым защитником ладно давай да 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 бенчева кстати неплохой футболист справа справа вот я напряжка из к скорее к три пьеру склоняюсь мне вот я поставил с этим с албании ну кто такой кайл волкер в принципе уокер я знал и без албании как это капец это 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 дэниел джеймс на стероидах какой-то ну да так и если мы просто очень быстрый таран такой нет уокер неплохо неплохо но он живо берет типа роли выполнять как и сити притаскивает что типа больше какого-то там игры в пас и так далее но справа я думаю что все при прочих равных там александр армольд застолбил вот но у него сезон так себе вообще тебя не удивило что его не вызвали какой бы не был я не удивил он в ужасной форме вообще отвратительный ну то есть как бы очень хорошо что его не вызвали значит что хоть какая-то там объективность присутся ну да слушай отчет бисакой почему нет писать ну слишком много правых защитников но это же без аналогов есть ну просто научаем делать что делать там вот и поставил туда бисаку он что там невероятные албанские атаки будет пресекать но не и вот видишь мы приходим к тому что мы приходим к тому что это колоссальный косяк бисаки что бесполезен в атаке вот полезен но как бы он просто нет не он не настолько хорош как эти ребята также джеймс и 3 пикач они все лучше него в атаке весь футбол движется к очень атакующим фулбэшом или виндбэком поэтому бисаки конечно же новато будет конкурировать с этим ребятам очередь постоянно играть на этих позициях ты бы хотел ты бы хотел на евро арнольда в хороших формах роста ну конечно пацану плохого желать не канал хорошей форме машины конечно по кроссам просто зверь далее центр поля вот здесь все сложно тогда и так хендерсон нужен там допустим здорово сужден ну наверно нужен ну не знаю но он филипса будет на заменять но я и филипсе проблем не вижу особых но опять-таки надо на дистанции посмотреть его первый раз вызвали только вот райс скорее всего так там и останется стоять хотя я там особо не понимаю только стопом не может играть пара опять просто кстати если посмотреть ретроспективно на там англию она иногда стагнирует из-за своей формации там и за той же там пары центральных полузащитников райс хендерсон им сложновато ну смотри в первый матч еще ворд праус там играл например ворд праус клевый тип машина по штрафным вот и в принципе я думаю тоже хорошего игрока вырастет ну это кого не поставь там нормально все это сборная англии ну да ну да просто нет никаких особенных предпочтений у меня например нет там кто кого посчитать нужным пусть и играет ну и там и особо там кого албами сталкивать тоже не понятно ну да так ну самое интересное давай атакующий четверка если уж мы с тобой сошлись на 4 2 3 1 ну раз уж салфет сейчас так играет а почему нет под нападающим mount конечно вообще 100 процентов ну или смотри просто есть в арену не будет играть так тем мы просто стоил мы с тобой не учли опцию mount например в центр вместо там какой-нибудь филипса или райса или кого-нибудь можно и так например можно хотел бы он бы так попробовал потому что два товарника сейчас было до салбании сан-марина он бы попробовал в принципе но он не стал делать в принципе я думаю что в англии выбирает сейчас маун сейчас мэдисон еще в это восстановится да там грилешить же охренеть просто капец просто даже страшно кого угодно можно ставить сводом еще тоже в принципе ну хорошо давай маунта под нападающим фото на право стерлинг налево или гриле что санчо или рэшфорд гринут но стерлинг точно должен играть но вопрос справа или слева грилеш грилеш рэшфорд я очень хочу грилеш сборной слушая я не знаю что сказать такой выбор типа грилеш стерлинг или рэшфорд санчо санчо справа в основном стерлинг с рэшфордом из грилеш больше к левому фонду тяготе вот я не знаю кого не поставить будешь ну давай 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 ляпни давай ляпник как бы ты хотел хорошо если прям по уровню то наверно терлинг тире грилеш вот им пока они поборются ну наверно хорошо стены к стену стерлинг справа слева грилеш санчо справа слева стены вот так вот таки кейн в атаке атаке жерман дефо и краучи поставил сша калверт льюис что за что за фамилия калверт люин он немного деревянный от него все фанатеют очень много хайпа в англии про него но вот я смотрел матч эгертона вот ну со второго этажа машина вообще но со всего остального но бороться может ну техника но время деревья согласен вот я не понимаю но он на самом деле он кого-то он хищник как бы нормальный хищник но у кейна есть конечно преимущество колоссальная по что кейн все-таки плеймейкер то что как в тот ахиме в этом он завершает лучшая галюина и как боюсь точно лучше любых нападающих игру вяжу единственное что немножечко не хочется не чтобы англия ехала чемпион мира опять с какой-то священной коровой как каким был хотели что был руни потом вот кейн и вот все такие он же сука же еще и капитан я вот не люблю англичан это их топит постоянно вот это знаешь наш какой-то супергерой вот этот я думаю что это и потопит заново в сборной англии короче смотрите он при том что это были два товарняка кстати народ пишите в коментах кто также страстно болеет за сборной англии несмотря на то что два товарняка и там в принципе да в атаке просто скорее были эксперименты пробовал варианты хотя на самом деле там не было экспериментов там играл также маунт и стерлинг и фоутен одно и то же все большим просто если первом матче там люин играл на в атаке во втором очки не играл но сука мне снова показалось что это абсолютно разрозненная команда где где чуваки из разных клубов которые тренируют тренеры разных национальностей разных философий и они просто собираются периодически что посадить у кого длиннее прибор поэтому я не люблю играть сборных но именно в сборной англии есть посмотрел и не такие окей у нас сейчас такое поколеница собралось так много молодых клёхами чат и а сука лучший на чайк здесь out и стерлинг стерлинг который сити научился играть в пас а своя 2 прямо урине он там нахрен бы там просто там последний арен робот бы научился играть пас кстати он в баварии до застала наверно рода на даму время на старый муробана лишь него рис у себя гвардиола да по моим застал и дальше ну так вот но в англии все равно мне в этих матчах показалось что стерлинг идет сука в деблинг и хочет забить он идет чтобы забить я уверен что ему сразу говорит иди в древних дел что хочешь вам забей ну и 100 процентов уверен потому что ему также говори может быть ну и артем мы сейчас конечно перечислили неплохих футболистов но мы же знаем кто король а что король джесси все равно всех пройдет на евро я очень рад за чувака я всегда говорил что его его клуб это клуб типа вест хама он вышел вест хам и заиграл божественно вообще очень рад за джесси джесси молодчик как ты думаешь есть хоть какой-то шанс что джесси поедет на евро если если не будет таких повальных травм который сейчас слушай мне кажется он поедет на евро если так и так же будет за войскам пробанить продолжать а я думаю что он будет продолжать тем раз ты рассказал я поймаю тебя на слое вот у тебя у тебя сейчас я не знаю какое-то вероисповедание но у тебя сейчас и борода без усов давай если джесси поедет на евро и ты инвертируешь картину и будешь ходить усатый без бороды на период евро на период евро сделаешься усатым ждет развод меня выгонят из дома не нужно же хорошо а чем мы говорим если если евро весь он будет если если джесси будет включен в состав сборные поедет на евро в составе ворона не просто поедет заявки тогда я буду носить усы ты будешь носить усы на период евро с первого дня до последнего хорошо не до последнего что так и будет тема ты хорошо на период пока от сборной англии будет на евро пока не вылить подожди да я уверен что лингород в составе суть паре сука мне что отпустить усы тоже не хочется семьи лишаться у тебя ребенок он как-то скрипит хотя говорит нет нахер как давай на период англия максим неделю на евро проживет как и за неделю усы вот такие вот подкаблучники подкаблучники подкаст хорошо я уважаю женщин тем ну вот как раз вот исполнилось сейчас 59 с половиной минут нашего подкаста и пора сказать по поводу шансов короче я я посвятил целый выпуск где псевдо аналитикой очень победил сам себя и пришел к выводу что ну куда уйдет до что духе вуха в принципе уходить если уходить только в большую команду в больших командах в виде занята а хендерсона пофигу куда уходить главное чтобы была игровая практика чтобы его вызывали сейчас на чемпионат мира и европы кто уйдет с них я думаю что уйдет духе но только из-за того что сульшот хочет там стоял хендерсона на то есть только его хочет да мне кажется что да мне кажется туда ну то есть все какой матч то ну ладно неважно там это разбираться все это все эту картину видели перед глазами ну то есть ну видно что он хочет чтоб стоял хендерсона на отдыхе это не тот вратарь на которого надо там давить конкуренции там он сам по себе прекрасно чувствует он скорее ему вредит вот ну и плюс ко всему чё годы подходят можно вырубить много денег а там хендерсон грубо говоря если хуже в текущей форме духе а ты видишь как куда может уйти духе мне кажется куда угодно ну то есть его раз руками оторвут он может играть какой-нибудь сивили и не заморачиваться да да не я думаю что он его амбиции атлетика может отпустить облако и взять отдыхе но это элитный вратарь в какой бы форме он не находился если отпустят облако то о чем речь ну как бы да не ну то есть сто процентов дыхеев какой-то очень хороший клуб уйдет он не пойдет все виде так вот я тебе об этом и говорю но я не вижу куда он уйдет может идти в этом смысле нет скорее всего размены на тот же самый волну облако может в любой клуб пойти атлетика вырубит на этом такую офигенную разницу что все будет довольны ты считаешь что летом уйдет не ну да я не знаю кстати не знаю может и не уйдет может хендерсон идет в аренду вопрос сложный вопрос сложный неоднозначный я просто кстати не ну не я не считаю что хендерсон настолько лучше дыхе и что там надо как можно считать что хендерсон лучше дыхе если хендерсон в деле никто не видел на дистанции как так можно считать основание должны приобрять так я тебе поэтому об этом и говорил ну может быть я не очень отчетливо выразил мысль но и как бы я не считаю что хендерсон лучше дыхе и потому что я не видел его на дистанции матчах против тупку топ-клубов где ему прям надо себя проявить вот она от игры он вытащил конечно мертвичину просто не а ну только ну ты на то вратаре нужно чтобы заявить вот но тут вопросами на это вратарь надо смотреть под давлением на протяжении нескольких матчей последний матч у нас и его друзья если вы досмотрели этот выпуск до этого места и останавливали на паузу бегали за зарядкой и все такое это не забывали питаться и пить воду на протяжении всех этих часов в отличие от нас да вы услышите по поводу эрлинга холланда я считаю ну то есть что она во первых это то что трансфер мечты я думаю ты с этим спорить не будешь то есть можно спорить одну нужен bp ну какой-то стопка совсем порнушный разговор нужен bp или не нужен нужен ли нам там я не знаю пиле пока он уже живой но вот ну холланд как бы тема сказал отчетливо что ребята с ним все сразу сначала нужно укрепить вокруг позиции нападающего но нападающий нужен это факт и я маячит як почему-то тема честно я почему-то оптимистично настроен по поводу холланда и наших перспектив может не в этом но в следующем году генка кто у него ну блин ну так и чего такого тоже с ними не разорвали отношения доносятся определенные слухи про то что типа там пак башни ругается потому что он хочет холланда куда-то пристроить ну то есть нам куда куда еще одного игрока ну куда от него куда-то сушит они похер ли на этого района отец не ну не если деньги если деньги нет проблем для него не проблема тогда похер но я думаю что это проблема но и вообще в целом ты считаешь ты его перехватит даже не абстрагируясь от агента практически уверен это во первых у нас херовые отношения стоял и во вторых это типа не наш текущий уровень бороться за таких игроков как холлан во многом потому что манчестер еще до конца от кризиса не отправился а сульшер не может привлечь игроков топ уровня под свой проект потому что все же смотрят манчестер игру манчестера твоя позиция по поводу твоя позиция по поводу позиции на форварда это значит где выписывать деду там я не знаю бесплатный йогурт и оставался счастливым в манчестере никуда не уезжал ну и дать марсиалю еще один шанс на позиции диата номера я считаю что да ну так можно и деда отпустить и взять каком-нибудь тоже перспективного веселого типа тебя не утомили эти перспективные люди а не утомили тебя здесь перспективные футболисты как приятно когда кого не играет когда ты видишь классно поле приятно же сколько можно терпеть вот этих дергающихся вот этих перспективных не ну у нас классно у нас не так много классных трансферов за все эти годы это пагба до бруно фернандо что чтобы они пришли и прям что ты хочешь чтобы я отрастил или наоборот сбрил если мы летом кувенхолланда брил простил пересадил брови вместо бровей усы например можешь из волос на груди логотип тимвьювера да пошел ты у меня кстати нет они меня конечно присутствуют в наличии но не на такой по крайней мере на груди но а там где этот логотип можно выбрать и конечно же я такой себе не позволю тем спасибо тебе большое спасибо тебе большое ребят я надеюсь я надеюсь что вам понравилось я получил колоссальное удовольствие невероятная согласница далее я пообщаюсь я это не буду вкладывать по 6-то удалю нахрен с компа но при этом вас твоих пообщаться друзья вы знаете что такое телеграм темы это телеграм где тело пишет по ходу матчей свой анализ прям то есть вот смотрите их телеграмм очки там мысли и такой-то хоп типа да я тоже так думал что тем да я тоже я это все знал понимал зачем ты это пишешь вот так вот такой эффект от тёмовского телеграм-канал да естественно там есть текция крыши и надо писать именно такие комменты да вот не забывайте ребят также ваших друзей мангута дивана которые данный шедевр естественно тоже все запустят у себя на сайте ссылочку как они обычно делают уже последние сорок наверно как они не задолбались я поражаюсь ну и друзья подписывайтесь ставьте лайки никогда не отчаясь потому что мы сука кто тёма юнайтед абсолютно с вами был тёма с вами миша пока пока до свидания дорогие подписчики а а а а а а а